Добрый день, господин Янбергс. Сегодня мы в очередной раз рассматриваем вопросы, которые за неделю нам прислали в Винсполчане. И первый вопрос от Яниса на портале он пишет. Как вы оцениваете выбранных страуемой министров? Сумеет ли новое правительство сработаться до выборов? И я не сполагаю, что у некоторых хотя бы есть опыт, но куда там, например, выбрали Целинскиса или Вячеслава Домбровского, до которого вряд ли дошло, чем вообще министр должен заниматься? Ну, я согласен с постановкой вопросов. Я думаю, что правительство, которое избирается на 9 месяцев, там надо было только принять те кандидатуры министров, которые уже ранее работали министрами. Лучше уже на том же министерстве, если такое, хотя бы в другом министерстве, но хотя бы не тогда знают, я назову это кухню, бумага, поток, подготовки. Вся эта процесса, очень важно знать это и правильно управлять процессом. Действительно, есть довольно крупные изменения в составе министров, и я согласен, что, конечно, это ошибка. Ну, я понимаю, что это было, больше всего перемены есть у националов из трех министров, два полностью новых. Да, вот. Ну, это были ультиматумы, и все они были приняты, что выставляли ультиматумы реформы партии, националы, и единство. Да, единственное, министр экономики, вы знаете, поменяли. Фан на портале спрашивает на тему спорта. Вы состоите в исполнительном комитете Олимпийского комитета. Как вам кажется, отчего поднялся такой ажиотаж вокруг визита президента Берзинча на Олимпиаду в Сочи? Наши спортсмены поедут, почему бы и президент не съедет? Ну, как? Ну, президент же там едет как болельщик, правильно? Потому что он не выполнил квалификации, чтобы участвовать в соревнованиях. И он едет как болельщик, я предполагаю, болельщик латвийской команды. Ну, почему на главном спортивном мероприятии мировом раз в 4 года президент не съездил и морально не поддержал бы спортсменов своей страны? Те, которые стараются из Олимпиады, спортивного, главного мероприятия сделать политику, это абсолютно неприемлемо. Олимпиады это не политическое мероприятие, которые это не понимают, действительно туда не надо им ехать. Они просто не понимают ни Олимпийскую харту, дух Олимпиады, они спорт не понимают. Они понимают, что Олимпиады это борьба за влияние в мире, геополитическая борьба. Им нечего ехать. И я надеюсь, что наш президент появил такую самостоятельность, стойкость. И там литовцы и эстонцы не едут, и Обама не едет. Я, правда, не понял, они не едут, потому что они не квалифицировались в участии в соревнованиях. Например, Обама по бобслею. Например, или прыжках с этого трамплина. Там надо сколько? 60 метров прыгать, может быть, если упадет метров на 20, то разубьется. Ну, или там Мерклэ там тоже как бы не поедет, а что она там, на санках будет кататься, что ли. Ну, это тоже квалификация, надо в кубке места занимать. А если не хотят ехать как болельщики, ну, это они себя плохо показывают, да. И я категорически против, что без этого дело в политику. Категорически против. Я надеюсь, что латвийская команда выступит лучше, чем литовская и эстонская. И это только будет во многом потому, что поддержать латвийскую команду поехал господин Андрис Берзенович, наш президент. А эти, так сказать, не считали нужными. И это надо им, нашим соседям, оценивать на выборах. Ну, тут надо сказать, что и наши знаменитые спортсмены тоже будут участвовать там. Конечно, Дуи, например, на Венцифлс, есть три спортсмена будут участвовать на Олимпиаде. Да, я думаю, ну, я надеюсь, что медали латвийская сборная завоюет. Ну, Рубенис может тоже сделать сюрпризы, быть призером, как он уже был однажды, четыре года назад. Анна задает важный вопрос на портале. Можете ли мне, обычной венсполщанке, пояснить, какая польза для жителей от открытого рынка электроэнергии? Можем ли мы рассчитывать на более дешевое электричество? Нет, не можно рассчитывать. Там снимаются эти льготы, которые были, и, кроме того, этот компонент для тех, кто... В общем, те, которые производят электроэнергию этими ветреными мельницами, гидростанции, им двукратный тариф. И он все время повышается, и потом повышается стоимость электроэнергии. Вообще, электроэнергия в Латвии должна быть самая дешевая тут, чем Литва, Эстония. Но это не так. Почему так самая дешевая? Потому что у Латвии имеет три гидростанции, там очень дешевые издержки небольшие на производство электроэнергии. Так что, ну, тут долго рассказывать, но дешевле точно не будет. Дешевле не будет. В ВАЛО Вентасбалс в рубрику поступил такой вопрос. Руководство Гордумы должно издать обязательные правила, предписывающие, что хулиганам, которые портят инфраструктуру города, придется самим в принудительном порядке привести ее в порядок. Пусть сами чинят заборы, скамейки. Другим будет урок. Ну, это, это есть форма наказания, обязательные работы, да, это наказание только судья может такое выдать. Да. Ну, мы стараемся ломить, я скажу так, что таких, которые ломают, немного. Может быть, есть тысяча один человек. Вот. И ситуация у нас значительно лучше. Я помню, лет 20 назад, когда она начала работать, это была колоссальная проблема. Все там скамейки за год были сломаны, да. Но и построилось, и ломают сразу. Сейчас ситуация значительно лучше, и тем более у нас и ломать есть что, и много чего хрупкого, да. Вот. Ну, мы ловим, полиция за этим смотрит, наказывает за это, да. Ну, должна быть общественность, и наша, докладывать, сообщать. Ну, кое-где мы ставим видеокамеры, конечно. Алдес на портале спрашивает о связи между самоуправлением и двумя обществами капитала, ВАЦ и ВЕНТЕСТ. Да. ВЕНТЕСТ мы образовали вместе с этим государством. Проблема была такова, что техосмотр можно было пройти в этой Талсе. Вообще, потом были легковые в ВЕНСФИЛС и грузовые в Талсе. Я считал, что это несправедливо, неправильно, что надо создать базу в ВЕНСФИЛС, и что венцфильчане не катались туда и назад до Талс. Вот. И дорого, и время теряется. Ну, это мы достигли. Это, получается, те, кто смотрит, здесь проходят. Эта компания работает рентабельно. Пожалуйста, пусть частные конкурируют. Так что все открыто, нормально. Если бы с прибылью работать, почему бы это надо ликвидировать? И этот самый ВАЦ, мы в результате приватизации в ВЕНСФИЛСНАФТ, она была активно поделена. Я добился, чтобы эту подстанцию высоковольтную в ВЕНСФИЛСНАФТ передали самоправлению. Сделана инфраструктура, соединение, коммуникация и все. Они сейчас являются поставщиками электроэнергии. Работают с прибылью, с большим положительным денежным потоком. Регулярно дают нам деньги. Почему об этом отказываться? У нас при том контрольный пакет. Если кто-то хочет конкурировать, пожалуйста, создайте частные альтернативные предприятия. Мы его не датируем. Так что конкуренция. И там что-то ликвидировать или менять только потому, что это собственность самоправления. А у нас многие компании самоправления эффективно работают. Многие значительно эффективнее, чем частные компании. Потому что профессиональный менеджмент, люди, управляющие, определяют эффективность, а не форма собственности. Правда ли, что в ВЕНСФИЛСе всем родителям снова будут выдавать пособия по рождению ребенка в 110 латов с 1 января, если оба родителя задекларированы в ВЕНСФИЛСе? И половина, если один из них не ВЕНСФИЛС. Это правильно, если малообеспеченно, и тогда сумма чуть-чуть побольше. Спасибо. Ну и в заключение, некто спрашивает, стоит ли уже ехать на ВЕНСФИЛСскую гору? Ну конечно, да, там все готово. У нас две трассы лыжные, одна попроще, одна посложнее, там с бойверками. Два подъемника для этого есть. Потом это сноуборд трасса, потом есть трасса для саней, при этом сани надо брать свои, а можно там взять бесплатно. И там есть подъемник ленточный, поднимай их, и вы вниз спускаете, ребенок один, или вы вместе с ребенком катаетесь. Потом есть такая учебная трасса лыжная, там свой подъемник, да. И есть эти надувные, эти надувные... Батуты? Ну такие, да. А, камеры, да? Камеры, да, надувные, там тоже подъемник есть ленточный, и вы спускаетесь. Так что, все готово в этом году, мы подъемем уровень, высоту горы где-то на 4, ну, может быть, говорят 5 метров, нет? 4, думаю, говорю. В прошлом году 160 тысяч, кого там завезли, в этом году 120 тысяч. Ну, мы планируем, чтобы гора была, вот, если 4 метра добавить, будет 56-6 метров, разница уровней. Мы хотим до 86 метров, да, это, я думаю, лет 30 надо, 35. Ну, да, они, ну, летят, и многие доживут до этого времени, но это тогда будет самая высокая гора, лыжная, ну, разница, низ, и между уровнем. Да, уровень, да. Самая сейчас 85 метров. Так что растем, и вперед кататься на Венспольской лыжной горе. Цель поставлена, что ж тогда всех приглашаем на лыжную гору. Да. В свою очередь, я благодарю вас за сегодняшние ответы, и всего вам доброго. Спасибо. До свидания.